всем привет вы снова на канале серио ps и в этом видео я хочу поговорить с вами на такую тему что именно изменилась на лпс тубе ну считайте с 2020 года знаете даже не знаю с чего начать это настолько тема трудная сейчас объясню почему то есть вы все знаете что вот все было так классно да потом пришли эти правила 2020 мы все испортили многие по уходили знаете я вот думаю что если бы я к примеру да пришла бы раньше то не факт что я бы не ушла после этих новых правил хотя знаю себя я бы не ушла я бы не знаю билась боролась под последнего потому что мне это нравится даже не понимаю почему а те кто ушли они просто привыкли знаете раньше было достаточно легко достаточно было снять все что угодно с пэтами если это еще интересный сериал какой-то даже в плохом качестве неважно это все заходило сколько вы пес каналов я смотрела и видела что все старые пес каналы они не остались без внимания у них было много просмотров очень много и все было хорошо и не надо было знаете напрягаться просто снимать свое удовольствие занимайся любимым делом и все и канал рос а что теперь знаете многие лпс блогеры говорят сейчас о том как тяжело стало на ютубе из-за того что появились новые правила youtube не продвигает каналы мы не попадаем в рекомендации отключают комментарии все прочее знаете с одной стороны это очень тяжело и так можно дойти до депрессии на самом деле но я тоже очень сильно переживала но в последнее время я начала отходить от этого потому что я поняла кое-что но это не все так просто понимаете то есть когда я снимала свои сериалы какие-то видео и когда некоторые из них выстреливали знаете вот прям выстреливали у меня росли подписки то есть понимаете это не 1 и 2 подписки это намного больше комментарии были и видео попадали в рекомендованные все прочее то есть они попадают то что я хочу вам сказать какую мысль я до вас хочу донести в этом видео опять же немножечко отойду от этой темы но все же это все взаимосвязано я часто вижу видео начинающих лупец блогеров которые смотрят какие-то более успешные каналы так скажем и говорят вот и снимаешь так круто не то что я знаете что хочу вам сказать на самом деле у меня тоже возникают такие мысли возникают иногда тоже по сей день но но несмотря на это я иду дальше то есть да допустим смотрите вы начали снимать да поснимали там и все а если вы хотите добиться если вы хотите как бы чтобы вы классно снимали то нужно идти вперед обязательно да это будет трудно правда нет мне очень трудно бывает сейчас мне легче меня есть моя аудитория мои подписчики которые мне поддерживают я в этом убедилась потому что когда я снимала видео про эти правила что мне тяжело мне многие очень многие писали в комментариях и меня поддерживали мне писали просто постами не было очень сильно приятно спасибо вам для вас очень сильно люблю и это вам уже говорила и еще не раз скажу вот поэтому я просто хочу сказать каждому начинающему пес блогеру я поддерживаю таких людей потому что именно они могут так скажем потянуть за собой будущего пес туба я тоже буду стараться это сделать с вами силами потому что если нас так осталось мало если все начнут думать что они хуже снимать чем другие которые уже давно пробились которые такие известны то просто давайте просто как есть если так то поступок он перестанет существовать правда если все-таки найдутся еще талантливые плосблогеры которые будут снимать продолжать снимать ну хотя как говорится если не получается то значит ну не твое проще говоря но если вы понимаете что-то ваш что вам это нравится так работайте просто над всеми каналами вот опять же говорят я говорю у пес блогеры многие говорят что да тяжело действительно комментарии закрыты а есть люди которые наоборот говорят я не знаю они же тоже снимают может быть и нет но они говорят вместо того чтоб не знаю жаловаться на эти правила бери в руки хорошую камеру и иди снимай классный контент что тебе мешает знаете вначале я думала что youtube действительно захотел убить детские каналы возможно так и есть но все-таки еще не все потеряно я вам скажу что изменилось просто стало сложнее если раньше можно было снять любую фигню извините меня с этом и она просто заходила шла в рекомендации продвигалась то сейчас нет нужно придумывать что-то классное что-то прикольно чтобы она выстреливала такие каналы они могут выстрелить они могут пойти вперед они могут набрать хорошее количество подписчиков я сама стараюсь идти к этому хотя у меня не все идеально и я очень переживаю иногда но но все-таки любить свое творчество я тоже не сразу их принимала свои видео мне было тяжело и голос тоже заморачивалась голосом с этой звучкой я короче очень сильно заморачиваюсь над этим но потом как-то мне стало легче что ли но это было не сразу и опять же те кто привык да что сначала все было так просто потом на тебе youtube как взял и испортился многие просто не выдержали и ушли я не знаю как я сделала бы на их месте но возможно я бы осталась возможно для меня это было бы сильным ударом я вот не знаю но главное я знаю одно то что если стараться я не знаю насколько нужно стараться но скажу вам что это возможно если снимать действительно классный контент то он зайдет и все будет хорошо я думаю и и кстати если вы сняли классное видео то она попадает в рекомендации но может выстрелить а также комментарии просто youtube не будет закрывать я не знаю почему так но это проверено лично мной когда снимала то что действительно выстреливала комментарии были открыты я их даже как бы я их не трогала в настройках они просто были открыты поэтому поэтому и все потеряно я пытаюсь сказать то вам но мне самой тоже трудно на самом деле как бы главное тренироваться еще вот что хочу вам сказать главное это снимать побольше видео конечно раньше если снимали каждый день видео то все как бы хорошо шло сейчас нужно что-то придумывать но но знаете на самом деле как все это когда мы снимаем часто мы потом начинаем видеть свои ошибки то есть мы смотрим на свои видео уже другими глазами мы видим ошибки мы конечно же их исправляем и так потом происходит со всеми нашими какими-то ошибками и и конечно же потом уже это не сразу это далеко не сразу через какое-то время мы начинаем снимать все лучше и лучше ну вы поняли я тоже очень стараюсь и я понимаю какие у меня есть ошибки и все ломки я хочу их исправить но пока не получается я пытаюсь и также пытаюсь придумывать для вас интересные сериалы и все такое ну короче вы поняли меня у меня тоже иногда возникала мысль идти из ютуба но знаете она была такая просто мне это была такая мысль немного раз была такая мысль но я не собиралась этого делать потому что потому что так уж вышло я люблю придумывать и мне очень важно свои придуманные истории оживлять в петах и так устроено что когда находишь свое ты к этому тянешься и все я не знаю шла бы я или нет на месте тех блогеров которые снимали достаточно давно они как я только зная себя я бы не ушла не знаю почему не знаю почему ну потому что блин я не знаю что для меня было бы как бы идти дальше несмотря на какие-то трудности но если бы я перестала снимать я не знаю но если бы я не могла свои истории оживлять то я бы тогда переживала бы и я не знаю что для меня было бы хуже наверно я бы не ушла потому что потому что у меня есть такая необходимость оживлять в петах истории ну ладно думаю на сегодня все с вами была с черепе с всем удачи всем пока до следующих новых видео удачи всем пока